Прямая речь — это слова какого-либо человека, передаваемые от его имени. Иван Сергеевич Тургенев говорил, русский язык — великий дар великому народу. Прямая речь всегда выделяется кавычками, первое слово пишется с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставятся двоеточие. После прямой речи перед словами автора ставятся или запятая, или вопросительный знак, или восклицательный знак. А после любого из этих знаков — тире. Четкое разграничение прямой речи и слов автора — опознавательный признак для употребления знаков припинания при прямой речи. Рассмотрим примеры. Прямая речь перед словами автора. «Давай скорее», — попросила мама. «Ты будешь обедать?» — спросила бабушка. «Я хочу поиграть на этой площадке», — ответил мне брат. Прямая речь после слов автора. Мама попросила. «Давай скорее». Бабушка спросила. «Ты будешь обедать?» Брат ответил мне. «Я хочу поиграть на этой площадке». Слава автора внутри прямой речи. «Ты хочешь поиграть на этой площадке?» — спросил брат. «Или на другой?» «Не играй на этой площадке», — крикнул брат. «Здесь очень грязно». Каждый из нас ежедневно вступает в диалог. Это разговор двух или нескольких лиц. Рассмотрим формулу «Диалог. Прямая речь» перед словами автора, без кавычек. Не каждый знает, как правильно оформить диалог на письме. Слова каждого из участников диалога называют репликой. Каждая новая реплика пишется с красной строки, перед ней ставится тире. Этот знак помогает увидеть границу между высказываниями разных участников диалога. Обратимся к примеру. «Привет, Артём». «Привет, Саша». «Как твои дела?» — спросил Артём. «Хорошо», — ответил Саша. Часто в словах автора и в прямой речи, и в диалоге используются глаголы «говорение» — говорить, сказать, попросить, ответить, подумать, размышлять. Вступая в диалог, мы непременно анализируем, в какой обстановке и с кем мы разговариваем. Какие же выделяют разновидности диалога? Различают этикетный, побуждение, расспрос, обмен мнениями и другие. Вспомним детское стихотворение, построенное в форме диалога. Попробуем определить, является ли этот диалог этикетным. «Ты куда идёшь, медведь?» «В город?» «Ёлку приглядеть». «Да на что тебе она?» «Новый год встречать пора». «Где поставишь ты её?» «В лес возьму, в своё жильё». «Что ж, не вырубил в лесу?» «Жалко, лучше принесу». Мы видим, что реплики тесно связаны между собой и продиктованы ситуацией общения. Но назвать этот диалог этикетным, конечно же, нельзя. Это распространение.